В Астрахани число госпитализированных после отравления хлором достигло 30. Большинство из них дети до 12 лет. Шестеро в реанимации, но врачи уверены, их жизням ничто не угрожает. В МЧС сообщили, концентрация химиката была превышена в 250 раз. Как такое могло произойти, выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело. Его взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета. Дмитрий Гусев с подробностями. Стоит, стоит, стоит машина. Пожарные подают раздвижные лестницы на третий этаж здания Астраханского бассейна «Динамо». Утром во время занятий по плаванию спортсмены-дети и находящиеся рядом взрослые почувствовали, что запах хлора резко усилился. Многим стало плохо. Люди поднялись на самый верхний этаж и забаррикадировались в одном из помещений. Оттуда их уже и эвакуировали спасатели. Прибытие пожарных подразделениями эвакуированы 15 человек детей и трое взрослых. В детях в настоящий момент доставлены, дети взрослые доставлены в больницу, дети в детскую, взрослые в больницу Кирова. Значит, 4 ребенка, состояние тяжелое. У меня сейчас докладывают 17 детей уже доставлено, 6 в реанимацию. Всего пострадали 30 человек. Среди них 21 ребенок. Некоторых, чьех состояние не внушало опасений, отпустили домой. Чтобы войти в бассейн, спасателям пришлось надеть специальные костюмы химической защиты с замкнутым циклом дыхания. Первая проба показала, что содержание хлора в воде превышено в 250 раз. Вещество попало и в воздух. Первым делом были открыты все окна, чтобы проветрить помещение. Только после этого к осмотру смогли приступить следователи и полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел брос в редкое вещество в воду, что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции и МЧС. Первый осмотр технических помещений бассейна, где осуществляется очистка и обеззараживание воды, показал, что сотрудники спорткомплекса могли перепутать очередность добавления химиката в воду, вследствие чего и произошел выброс большого количества хлора. И сейчас приедут с Роспотребнадзора, поехал специальный криминалист за Роспотребнадзором, который будет также изымать центр гигиены, потому что в дальнейшем будут производиться экспертизы. Бассейн «Динамо» теперь закрыт, как минимум до Нового года. Необходимо слить всю воду, очистить трубы и оборудование, провести дезинфекцию во всем здании. По словам врачей, жизни тех, кто сейчас остается в больнице, вне опасности. Дмитрий Гусев, ТВ-центр. Субтитры создавал DimaTorzok